Дымное утро. В Кемерове при пожаре спасли 12 человек. Тонкость и льда. Почему даже в минус 30 том не замерзает? Дома лучше. Агафья Лыкова возвращается в тайгу из Таштагольской больницы. В эфире новости. В студии Юлия Мелехова. Здравствуйте. Аман Тулеев поручил главе города Кемерово Валерию Ермакову навести порядок на кемеровских дорогах. Причем сделать это нужно в ближайшие пять дней. Также губернатор распорядился привлечь к дорожным работам областной столицы тяжелую технику с промышленных предприятий, не дожидаясь потепления. Кемеровскому градоначальнику дано задание организовать уборку автодорог в круглосуточном режиме. На рабочем совещании Аман Тулеев потребовал принять дополнительные меры по борьбе с колейностью, которые часто становятся причиной ДТП. Особую тревогу у главы региона вызывает состояние дорог на Кузбасском мосту, улице Островского, проспектах Кузнецкий и Октябрьский, а также в районе деревни Красная. На что Валерий Ермаков пояснил, что образование колеи на этих участках связано, как правило, с интенсивным движением большегрузов. В связи с этим Аман Тулеев дал поручение на проблемных участках выставить дополнительные дорожные знаки ограничения скорости и организовать специальные посты ГИБДД. Тем временем в идеальном порядке должны оставаться не только городские магистрали, но и вся областная столица от центра до окраин. В Кемерове продолжается подготовка к празднованию Дня Шахтера. Один из наиболее важных вопросов на сегодня это финансирование. В настоящий момент в областной фонд уже поступило 2 миллиона 231 тысячи рублей. Это добровольные денежные переводы от граждан и предприятий, которые они вносят в общую копилку всекузбасского праздника. Кроме того, ведется активная работа по заключению соглашения в социально-экономическом партнерстве. Их уже подписано порядка двух тысяч на общую сумму 1 миллион 168 тысяч. Эти средства прибавляются к тем, что будут направлены из бюджета всех уровней и пойдут на благоустройство, обновление фасадов домов, обустройство новых парковочных мест и преображение областного центра. На 36,5 тысяч человек в Кузбассе уменьшилось число работающих граждан. Таковы данные Кемерового стата за 11 месяцев прошлого года в сравнении с аналогичным предшествующим ему периодом. Сегодня на предприятиях и организациях, в том числе и в малом бизнесе, занято 867 тысяч человек. Снижение отмечается на уровне 4%. Существеннее всего численность работающих сократилась в производстве транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, выпуске резиновых и пластмассовых изделий, кокса, а также в торговле и ремонте автотранспортных средств. При этом в производстве обуви и изделий из кожи отмечен небывалый рост численности работающих почти на 50%. Больше стало работать также в сфере выпуска нефтепродуктов, электроэнергетики и производства изделий из дерева. При этом, по данным Кемерового стата, на 5,5% выросла среднемесячная заработная плата работников Кузбасса. По последним данным, она составляет 27 692 рубля. К слову, при этом просроченная задолженность перед сотрудниками у кузбасских работодателей на начало этого года превысила 33 миллиона 800 тысяч рублей. 15 тонн молочной продукции за год забраковали в Кузбассе. По данным Кузбасского управления и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, причинами служит низкое качество, отсутствие документов, которые подтверждают происхождение продукции и ее безопасность. Также поводом служит недостаток соответствующей информации для потребителя. Это маркировка и срок годности. Кстати, 15% проб молочной продукции, которые были проверены в прошлом году, оказались некачественными. Чаще всего добавки растительных жиров и консервантов находили в сливочном масле, сыре, сгущенке, молоке, сметане и твороге. 12 кемеровчан спасли от огня. Накануне утром в областной столице загорелось общежитие на бульваре строителей. Пламя вспыхнуло в одной из комнат многоквартирного дома на первом этаже. По официальной информации, региональные МЧС, приехавшие на место пожарные, локализовали и потушили огонь за 12 минут. Добавлю, что никто из людей не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Уникальный случай в Кузбассе не замерзла река Той. По словам экологов, такого не было ни разу за последние 20 лет. Из-за тонкого льда только в Кемеровском районе в этом году в воду провалились уже несколько рыбаков. Какие миры сегодня принимают спасатели во избежание трагедии, почему лед на Томи до сих пор не замерз, выяснял Антон Овачев. В этих памятках информация, как вести себя на тонком льду. Специалисты МЧС раздают листовки рыбакам, осмелившимся ступить на неокрепшую реку. Ведь, как показывает практика, заядлого удильщика с реки даже спасателем не выманишь. Валерий Ухин рыбачит при любой погоде. Сегодня даже горький опыт не может отвадить заядлого рыболова от любимого дела. Забурились, вроде нормально. Потом лед начал трескаться. Ну и протока тронулась и пошла вся. Ну почти больше половины пошла протока. Ну а нам что оставалось делать? Все в палатке сбросили, как все у нас было. И бегом к берегу. В этом году уже несколько кемеровских рыбаков провалились в реку. К счастью, обошлось без жертв. Виной всему неокрепший лед. Так только в Кемеровском районе спасатели обнаружили на томе несколько крупных промоин. Этой зимой тон не замерзла впервые за последние 20 лет. Теплый декабрь оставил свой впечатляющий след в виде такой вот огромной полыньи. Экологи уже заявляют, случай уникальный. А все потому, что во время ледостава выпало мало снега, из-за чего лед попросту не успел намерзнуть. Если в течение всего зимнего периода река не замерзнет, то половодия, скорее всего, большого не будет. А может, вообще даже не будет. Потому что не будет. То есть меньше льда, меньше возможностей заторов. Соответственно, вода будет свободно протекать. А пока рыбакам и любителям зимних переправ нужно быть особенно внимательными. Ведь прочный лед намерз только по краям реки. Чтобы избежать трагедии, спасатели еженедельно проводят профилактические рейды не только по местам рыбацким, но и по школам, расположенным вблизи береговой линии. Рассказывают детям об опасностях, подстерегающих на реке, и правилах поведения на тонком льду. Прежде чем выходить на неокрепший тонкий лед, убедиться в его безопасности, нужно обратить внимание на его цвет обязательно. Лед мутного белого цвета, он наименее безопасен. То есть на него выходить лучше не выходить. Передвигаться по льду нужно, естественно, аккуратно, осторожно. Не прыгать, не бегать по нему ни в коем случае. Ну и необходимо иметь обязательно с собой при выходе на лед какие-то спасательные средства. Спасательный желе должен быть обязательно, ведь при попадании в ледяную воду человек быстро теряет чувствительность конечности, и ему сложно удержаться на плаву. Также необходимо иметь при себе рюкзак с веревкой для спасения товарища и средства обогрева. А лучше вообще избегать зимней рыбалки. Как говорится, не суйся в воду, тем более, если не знаете льда. Антон Ивачев, Антон Скомаровский. Новости моего города. Дети перекрыли автомобильное движение в Тижинском районе. Школьники вышли на магистраль, чтобы обратить на себя внимание автомобилистов. Таким образом, маленькие пешеходы захотели стать более заметными на больших дорогах. Акцию дети организовали совместно с инспекторами ГИБДД. Поводом для нее послужила недавняя авария в Тижине, когда на зебре под колеса машины попал ребенок. Всегда бы так, почаще бы так, почаще бы так. Может, у водителей проснулось бы внимание. Почаще бы были на дороге внимательны. Если вы знаете о проблеме, которая тоже требует внимания, расскажите о ней журналистам телеканала «Мой город» по телефону горячей линии. 8 933 300 0300. Агафья Лыкова возвращается в тайгу. Напомню, несколько дней назад отшельница попала в Таштагольскую больницу с обострением боли в ногах. Она передала по спутниковой связи, что ей требуется медицинская помощь. По поручению губернатора Омана Тулеева за Лыковой тут же выслали вертолет и доставили в Таштагол, где ее госпитализировали, обследовали и подлечили. И вот отшельница возвращается в родную тайгу. Губернатор лично проводил Лыкова обратно на заимку. Отшельница, в свою очередь, пообещала главе региона активно заниматься ходьбой на скандинавских палочках, чтобы поскорее укрепить ноги. Большинство россиян готовы отказаться от зарубежных поездок. Основной причиной такого решения люди назвали безопасность. По данным опроса, проведенного Левада-центром, 70% респондентов придерживаются этого мнения. Стоит отметить, что в последние пять лет зарубежные выезжали 65% из числа опрошенных. Основную долю среди них составляют жители сел, те, кто старше 55 лет и с низким уровнем доходов. Добавлю, что в качестве альтернативы отпуска с рубежом жителям России предлагается отдых в пределах страны. Например, в Кемеровской области действует один из самых популярных зимних горнолыжных курортов – Шерегеш. Только за первые 10 дней этого года там отдохнуло более 160 тысяч человек. А в прошлом сезоне туристов было более миллиона. Это еще не все новости о том, как уживаются красота и добрые дела. Узнаете во второй части выпуска. И вот, что еще вас ждет. Пир во время поражения. Болельщик предложил возлюбленной выйти за него замуж во время матча хоккейного металлурга. Впереди планеты всей. Кузбасский ледолаз стал лучшим в мире. Красота спасет жизнь. Участницы областного конкурса «Медиа-краса-2016» дали благотворительный концерт. Невероятных размеров костюма, сделанные руками самих участниц, превратили концерт в настоящее шоу. В этом убедились мои коллеги. Конкурс «Медиа-краса» на телеканале «Мой город» стартовал меньше месяца назад. А Анастасия Звездочетова уже примеряет корону. Говорит, несмотря на звездную фамилию, до этого медиапроекта звезд с неба не хватало. А хочется. А потому сегодня в благотворительном концерте девушка в роли огненной королевы. Этот образ, по признанию самой участницы, ей наиболее близок. Когда меня что-то может раздражать, я сразу вспыхиваю, мне начинает все бесить во мне. Просыпается моя нутро, и все, мне хочется рвать и метать. За кулисами участница конкурса «Медиа-краса-2016» наносит последние штрихи перед выходом на сцену. Сегодня они участвуют в благотворительном концерте в помощь тяжело больному ребенку. Мы сегодня помогаем Визичагиной Лизе, 8 лет девочке. У нее сложные заболевания и необходим революционный аппарат. Все деньги, которые пойдут сегодня от благотворительного концерта, от выручки билетов, они пойдут в помощь Лизе. Для зрителей на сцене разворачивается настоящая костюмированная феерия. Здесь поражающее воображение костюмы, в которых не то что передвигаться. Устоять-то сложно. У меня самый сложный костюм, потому что эти рога длины где-то 2 метра. Платформа, как вы видите, очень большая и очень тяжело на ней ходить. От волнения трясутся ноги и можно упасть. Девчонки показали, они талантливы не только на подиуме. Ведь все костюмы здесь исключительно ручной работы. Я не спала и не ела, не помню своих эмоций. У меня было очень мало времени. Эта коллекция делась буквально за 3 недели. Красота спасет жизнь. Помимо собранных средств, улыбки детей и их родителей в зале главная награда для участниц медиакрасы. Ведь одна из целей самого конкурса – нести добро и красоту во всем. Очень понравилось выступление девушек из медиакрасы. И вообще впечатление от концерта очень положительное. Нам очень все понравилось. Я очень рада, что сюда пришла и абсолютно не прожалела. Я не думал, что будет так хорошо. Мне действительно очень все нравится. Яркая театральная постановка – первая творческая проверка на прочность перед финальным шоу. Ведь 31 марта участницам также предстоит выход на сцену. В прошлом году финал медиакрасы получился самым красочным, зрелищным и незабываемым за всю медийную историю Кузбасса. А в этом и вовсе обещает стать самым запоминающимся событием года в Кузбассе. На пути к нему участниц ждут новые яркие испытания. Все самые интересные жизни красавиц вы сможете узнать из новой серии самого яркого реалити-шоу Кузбасса «Медиакраса-2016», который выйдет в эфир сразу после выпуска новостей в 21.30. Андрей Финагин, Антон Иважев, Антон Скомаровский. Новости моего города. Новости моего города. В этот раз практически весь период голкипер отыграл беспропущенных шайб, но на 39-й минуте СКА все же сумела увеличить отрыв до четырех шайб. Следующий поединок новокузнечане проведут в гостях против Йокерита, после чего вернутся домой. Несмотря на поражение нашей команды, этот матч надолго запомнится болельщикам как радостное событие. По крайней мере, двоим точно. После первого периода прямо на трибуне родилась новая семья. В перерыве комментатор сделал неожиданное объявление, после которого все камеры направили на влюбленную пару. Болельщик одной из команд прямо во время матча предложил своей девушке выйти за него замуж. Я стану тебе хорошим мужем и отцом наших детей. Кузбасский спортсмен Владимир Карташев стал победителем второго этапа Кубка мира по ледолазанию. В Корее нашему спортсмену не было равным в дисциплине скорость. Отметим, что второе место занял также россиянин Алексей Вагин. Замкнул тройку призеров еще один наш соотечественник Максим Власов. На этом у меня все. До свидания и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова